эта трубка должна быть очень горячая но рука терпит а это должна быть холодная но она не холодная морозильная камера работает а холодильная не работает холодильник индезит двухкамерный все что нам нужно знать о холодильнике можно посмотреть вот фильтр вообще холодно эта трубка должна быть холодная на самом деле она комнатной температуры меняем фильтр перезаправляем и если ничего не поменяется значит проблема в компрессоре в данном случае нужно просто поменять фильтр и заправить холодильник заново чем мы сейчас займемся информация о холодильнике находится на шильдике который расположен на стенке холодильника все что нужно знать об этом холодильнике здесь есть припаиваем фильтр меняем штуцер наоборот припаиваем штуцер меняем фильтр и заправляем подключаем дырокол регулируем глубину проникновения и подключаем его вот такое давление в системе газ 600 и на нем показано что он пожароопасный поэтому системе не должно остаться газа когда мы начнем паять сбрасываем газ когда начинает забиваться капиллярная трубка появляются такие же признаки что недостаточное количество газа вот такой здесь получается поэтому этот хвостик мы не выпаиваем а просто обрезаем потому что именно здесь может образоваться засор трубки трубку выгибаем для того чтобы не спалить корпус холодильника и будет так работать удобней прогреваем место пайки и удаляем старый фильтр затем точно также прогреваем и удаляем заправочный хвост еще его называют аппендицит и вместо него вставляем многоразовый заправочный штуцер но прежде чем припаивать штуцер обязательно нужно вытащить из него золотник чтобы не расплавились манжетки если во время пайки мы не используем экран то очень важно смотреть за тем чтобы пламя была направлена в сторону от холодильника входного отверстия фильтра и на соответствии можно сделать переходник но если и диаметр переходника не подходит тогда можно сделать вот так просто прижать вот эту трубку вот таким вот и все чтобы проверить качество пайки можно использовать зеркальце при помощи зеркальце мы можем разглядеть что вот этот стык у нас не запаян в этом случае еще раз прогреваем и пропаиваем место стыка чтобы припой слился с металлом в одно целое соединение железо и медь это на конденсаторе паяем специальным припоем содержащим большое количество серебра и покрытые специальным флюсом если пайка правильная продолжаем работу поскольку кроме фильтра мы ничего не меняем то можно продуть систему проверить на проходимость фильтр выйдуть оттуда продукты нагрева убедиться что капиллярка не забита и через нее проходит газ после этого капиллярку припаиваем к фильтру но сначала делаем вот такой изгиб чтобы было видно как далеко трубка зашла и перемещается она или нет теперь подключаем баллон из которого будем заправлять фильтр у нас запаян штуцер запаян подключаем этот баллон переворачивать не нужно потому что он работает именно так у него трубка идет вниз и жидким газ поднимается сюда вот он жидкий идет в этом все достаточно включаем компрессор заработал давление падает циркуляция пошла вот такой вот отрицательное давление для 600 газа это в принципе нормально потому что трубка вот это вот теплая вот это все горячей 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 и теперь смотрим трубка нагнетания но она горячее чем было раньше рука не терпит вот эта трубка всасывания она холодная даже вот видно испарена на ней появляется то есть работает нормально смотрим внутри здесь замерзла здесь все полки протянула все нормально